Всем привет! Привет! Вы смотрите второй батл материалов, честное сравнение характеристик HB Body и еще одного известного бренда. Идея провести этот батл появилась в результате смешной картинки, которая появилась про нас в паблике Авто плюс Моляр. Поэтому мы приветствуем идеолога этого сообщества Валерия Мордасова. Материал, с которым мы сегодня будем сравнивать, вы очень хорошо знаете, но по закону и по этическим соображениям мы не будем называть его. Валерий, как ты добрался и расскажи нам, что мы будем сравнивать, какие именно материалы. Да, приветствую, Павел. Привет, друзья. Добрался отлично, очень все хорошо и комфортно. По поводу материалов, материалами HB Body я никогда не пользовался до этого и никогда их в руках не держал. Но было очень много различных отзывов о том, что как-то не устраивает людей эти материалы. Поэтому мне предложение от этой компании было очень интересным. Проверить самому было очень интересно эти материалы. Для того, чтобы провести это тестирование, я решил выбрать материалы компании Dyna. Потому что для меня это очень известные материалы, очень хорошие по качеству. И на мой взгляд их можно сравнивать с материалами HB Body. И непосредственно какие материалы выбрать из огромного списка обоих линеек. Я решил, что будет правильно выбрать шпатлевки, такие как шпатлевка со стекловолокном, шпатлевка универсальная и шпатлевки легкие. По грунтам я решил, что будет хорошо использовать грунт толстослойный, наполнитель 5 к 1. Такой же и в Body мы выбрали. По лакам я решил, что нужно использовать два вида лаков. Это лаки быстрые, которые высыхают довольно-таки быстро. И лак обычный HS двухслойный наполнитель. Мы выбрали эти материалы в Body и такие же в Body. И будем их сравнивать. Ну позиции понятно, что позиции самые популярные. А вот чуть-чуть поподробнее, почему именно бренд дайна. Почему именно бренд дайна, на мой взгляд, это где-то один уровень на рынке материалов. То есть не задирать планку на какие-то там супер премиальные материалы, ну и не использовать низшего качества там рефлекс. Записнем. Все, позиция ясна. Большое спасибо. Мы часто встречаем мнение, что батлы ненастоящие. Специально для тех, кто не верит в объективность, мы позвали независимых наблюдателей, которых вы наверняка знаете. Представьтесь, пожалуйста, а вдруг вас кто-то не узнал. Привет всем. С вами компания Anesta Vata Rus. И сегодня мы вместе с моими коллегами, техническим специалистом компании Anesta Vata Сергеем Михайловым и нашим официальным дистрибьютором в Республике Беларусь Николаем Красинским посетили учебный центр нашего дистрибьютора федерального масштаба компании Apex. Мы очень рады присутствовать на данном батле, потому что часть инструментов, которые будут использоваться с профессиональными материалами компании Dine и компании HB Body, это краскопульты Iwata. Ну и мои коллеги будут следить за объективностью данного процесса, а я не знаю, что я буду делать. Привет, друзья. Хотел поблагодарить компанию HB Body Россия за приглашение. У нас будет возможность дать объективную оценку процессу, а также мы все вместе можем посмотреть на результаты. Возможность приехать на батл есть абсолютно у каждого. Ну, а для тех, кто не собрался, мы проводим прямые эфиры на канале у Валерия Мордасова. Там можно задать нам вопросы, и мы вам ответим. Итак, поехали. Мы начали нашу работу с того, что решили сравнить шпатлевки, и первый день нашего батла был посвящен именно этому. Мы поделили шпатлевки на три группы. Это шпатлевки со стекловолокном, легкие шпатлевки и универсальные шпатлевки Body и Dine. Решили, что будем их сравнивать по следующим критериям. Ну, это удобство смешивания нанесения, качество поверхности после нанесения. Решили оценить то, насколько легко шпатлевки обрабатываются. Проверили их на адгезию к цинку, причем самому сложному это цинк Рено Логан. А также оценили поверхность шпатлевок уже после обработки. Посмотрели, есть там поры, нет. И если есть, то в каком они количестве. Валер, а вот здесь я хотел бы уже получить от тебя комментарии по группам шпатлевок и по поводу того, какие же мы все-таки получили результаты. Да, давай посмотрим, что у нас получилось. То есть, будем вспоминать, как мы это все проделывали, как это у нас выглядело. Первым будет у нас идти шпатлевки со стекловолокном. Соответственно, удобство смешения очень хороший критерий, потому что зачастую шпатлевки могут иметь слишком длинные волосы, либо неправильно как-то расположенные, и их очень сложно смешивать. Они могут сваливаться, очень сильно тянуться и так далее. И перебью здесь, чтобы всем было понятно, что мы сравнивали. Это была шпатлевка Body 217 Fiber Light и шпатлевка Dyna Fiber. Вот эти материалы участвуют в сравнении. Да, шпатлевка Dyna Gloss Fiber. Смешивая и одну, и вторую шпатлевку, я какой-то особой разницы не заметил. Они абсолютно идентично смешиваются. Тут я бы поставил им знак «равно». На мой взгляд, абсолютно одинаковые шпатлевки по смешению. То же касается и нанесения. То есть, наносятся они идентично, немножко различаются по цвету, но, в принципе, смешение, нанесение идентичное у них. По второму критерию, это качество поверхности после нанесения. Ну, тут такой специфический, может быть, немножко критерий, вот как она выглядит. Ну, что я увидел, то есть шпатлевка нанесена, если ровно, красиво, она так и будет выглядеть. Каких-то глубоких ям, задиров, либо опор, ну, не выявлено ни на одной. Там структурность, вот иногда бывает. Ну, какой-то, да, структурности такой. Да, у шпатлевки очень сильная. В принципе, нету. Вот без шпатлевки хорошо, хорошо выглядит достойно. А по легкости обработки, также я могу сказать, что они, в принципе, абсолютно одинаковые. То есть, шлифование происходило, ну, жестче, чем обычные какие-то шпатлевки. Ну, естественно, да. Да, шпатлевки. Но между собой они шлифовались абсолютно одинаково, что вручную на шлифке, что на машинке эксцентриковой. По поводу адгезии к цветным металлам и, в частности, к цинковым покрытию, тут, конечно, немножечко шпатлевка... Волокно. Тут, конечно, немножко шпатлевка дайна дала свою слабину, что было удивительно для меня, честно. Шпатлевка дайна не прилипла, не имела такой хорошей адгезии после отверждения, как шпатлевка Боди. Цинк был очень сложный, это самое неприятное в работе цинк, цинковое покрытие автомобиля Рено Логан. Мы именно его выбрали. Это такое испытание для каждого материала непростое. Ну, в принципе, с другой стороны, когда мы проделали этот тест повторно, и все-таки я добавил большее количество отвердителя, а шпатлевка, да, на Глассфайбер держалась так же хорошо, как и шпатлевка Боди 217. То есть, ну, это, скорее всего, может быть, какой-то была моя вина, не доложил отвердителя. Ну, тут надо учитывать, что все-таки мы будем ставить Дани минус в этом тесте, потому что есть возможность так вот ошибиться, и она может показать себя хуже. Ну, может, установили, что нужно чуть больше времени именно. Времени, да. То есть, адгезия она есть, но для ее наступления требуется чуть больше времени на отверждение. И по наличию пор шпатлевки после обработки, тут мы уже видели, что все-таки здесь проигрывает немножко Боди. Пор немножко больше. Этого можно, в принципе, избежать, если наносить более плотные, более ровные слои. Но все же в нашем тесте здесь Дайна Файбер показала лучший результат, и пор было меньше. Подводя итог по данным шпатлевкам, хочется отметить, что, в принципе, и одна, и вторая шпатлевка очень достойные, очень хорошо их можно применять. Просто придется кое-какие нюансы учитывать. В случае с Дайна, это надо учитывать, что все-таки на цветных металлах нужно иметь осторожность. А в случае с Боди нужно понимать, что, возможно, какие-то вопросы при нанесении спорами. В принципе, и одной, и второй шпатлевкой, лично я работал бы абсолютно комфортно и не испытывал бы никаких проблем. Вот это важно. Легкие шпатлевки мы оценивали по тем же самым критериям, что и шпатлевки со стекловолокном, но добавили еще один пункт, это эластичность материалов, и уже получили, может быть, чуть больше информации. По шпатлевкам, то есть, Боди легкая была 290, и Дайна Лайт. В принципе, по смешению нанесения шпатлевки абсолютно не критичные, не проблемные. Они, я бы сказал, одинаковые. Даже и по цвету, и по виду, и чуть ли не по запаху. Такое ощущение, что они абсолютно с одной банкой, грубо говоря, если так можно сказать. По качеству поверхности после нанесения все то же самое, я считаю. То есть, не было каких-то пор, там, ям, неровностей и так далее. Если ее корректно правильно наносить, получается все очень ровненько и красиво. По легкости обработки, в принципе, можно сказать, что они тоже абсолютно идентичны. Никаких проблем не возникло, как при шлифовке вручную, так же и на машинке. Тут я поставлю им тоже абсолютно одинаковый результат. Обе хороши. По наличию пор поверхность после шлифования также не имела, в принципе, больших каких-то критичных пор, если где-то какие-то маленькие нюансы были. Но этого ни на что, грубо говоря, не влияет. Это все заливается грунтами, это все будет красиво, проблем не возникнет. Вот единственное, что конкретно меня сильно удивило, для меня было неожиданностью, это тестная эластичность. Все-таки шпатлевка Body показала гораздо более классные результаты, нежели шпатлевка Dino Light. Здесь я однозначно поставлю плюс шпатлевки Body. По общему, скажем так, впечатлению по этим шпатлевкам, они, на мой взгляд, абсолютно одинаковые, только лишь за одним исключением, это непосредственная эластичность. Да, вот эту характеристику завод заложил, эластичность как параметр, который позволит шпатлевке, может быть, выдерживать какие-то механические воздействия дополнительно. А так, если, конечно, оценивать вне критериев, восприимчивость или невосприимчивость механическим воздействием, там очень похожие результаты. Да, в обычной работе они абсолютно одинаково будут работать и хорошо. И еще одна группа шпатлевок, наиболее популярной, востребованной у маляров, это шпатлевки универсальной. Здесь от Body выступила шпатлевка Body 202 CINC+, и шпатлевка Dino Uny. Да, для меня это был наиболее интересный тест именно с этими шпатлевками, потому что в работе маляров, ну, лично, по моему мнению, это самая основная шпатлевка, то есть она в большей части случаев используется именно универсальной шпатлевкой. Тут уже картина немножко меняется, и есть на что обратить свое внимание, в принципе, при выборе этих шпатлевок. Что касается удобства смешивания нанесения, тут также все идентично, как и в предыдущих случаях, то есть разницы я какой-то не заметил. Качество поверхности после нанесения шпатлевки, такое же, в принципе, хорошее и у одной шпатлевки, и у второй тоже разницы нет. Но вот на легкость обработки уже можно обратить внимание, потому что здесь у шпатлевки BODY 202 в верхнем слое, и все-таки есть такой момент, что он забивает немножечко абразив, чего в шпатлевке давно нету, в принципе. Дальше в глубине, когда мы снимем верхний слой, это пропадает, и она тоже хорошо шлифуется, не забивает абразив. Но все-таки для меня это вот немножечко нюанс, что верхний слой все-таки она забивает. Но вот этот вот нюанс, который он проявляется в разной степени у разных шпатлевок, это то, насколько первый слой, который мы снимаем, он способен или не способен забивать абразив. У шпатлевок BODY этот эффект проявился чуть в большей степени. Да, мы это на видео снимали, это видно по забитию абразива. Согласен. А также следующий наш тест, это адгезия на цветные металлы, адгезия к цинку. Здесь также BODY показала себя немножечко хуже, чем данная. Она отскочила у нас проще от металла. Но надо учесть, что так же, как и со шпатлевками, со стекловолокном, мы переделали этот тест повторно, и на втором тесте уже шпатлевка держалась хорошо. Да, мы опять установили, что шпатлевка BODY 202, она держится на цинке, но требуется чуть больше времени для наступления вот этой уверенной адгезии до ее полного отверждения в нижнем слое. Но тем не менее, для батла здесь я поставлю для шпатлевки BODY минус. Мне не знаю, мне это будет честно. По поверхности после обработки наличие пор, они в принципе идентичны. Также поры кое-где были, но они были очень маленькие и не критичны. По эластичности здесь опять же BODY взяла верх. То есть она очень эластичная, очень хорошо сгибалась, чего не было у Дани. Поэтому здесь Дани мы ставим минус, здесь выигрывает однозначно BODY. По общей картине этих шпатлевок все хорошо, работать можно и одной, и второй, в принципе, беспроблемно. Только к шпатлевке BODY просто, на мой взгляд, нужно будет больше внимания уделять на нюансы, чтобы не попасть на переделку. В общем, я бы отдал свое предпочтение все-таки универсальной шпатлевке Дани. Ну, тут уже такие критерии, то есть если по скорости работы и быстроте наступления адгезия тут Дани, если мы выбираем шпатлевку по степенью эластичности, то тут BODY. И человек уже, зная эту информацию и посмотрев то, как материалы себя ведут непосредственно на наших видео, он уже может сделать вот этот выбор и определиться. Я согласен. Второй день нашего батла был полностью занят сравнением грунтов. Мы оценили грунты порозаполнителей и оценили эпоксидные грунты. Сделали это по параметрам удобства нанесения, оценили поверхность после нанесения, ну, вот величину шагрения, измерили толщины покрытия, измерили такой параметр, как скорость полимеризации. Мы оценили это через час, то есть первичную скорость полимеризации. По просьбе одного из наших подписчиков проверили грунты на устойчивость к растворителю. А эпоксидные грунты мы еще испытали и на устойчивость к смывке краски. Ну, вот сейчас Валерий даст вам свои комментарии. Да, по грунтам-наполнителям мы использовали из данного грунта 5 к 1, а из Боди 635-й грунт. Ну, про удобство нанесения тут можно сказать, что абсолютно одинаково, никаких сложностей, трудностей либо чего-то еще не происходило. Грунты свободно, легко наносятся, не текут, никуда не капают, не падают и так далее. По качеству поверхности после нанесения, ну, что можно отметить, это, наверное, шагренистость все-таки грунтов, на мой взгляд. И здесь, конечно, у Дайны немножко худшие результаты, по моему личному мнению, потому что Дайна все-таки остается немножко шагренистость. Грунт Боди больше растягивается, более ровное покрытие получается. На мой взгляд, это минус для Дайны, у Боди здесь будет выигрывать. Но по толщине покрытия, в принципе, у нас можно сказать, что толщина получилась одинакова, потому что, замеряя толщину Боди, грунт оказался немножко толще, но и расход на деталь был больше. Поэтому, в принципе, объективно можно сказать, что толщина у них была равна. По скорости полимеризации за первый час сушки, ну, не прибегая к температурной сушке, просто стояла деталь. Здесь Боди, да, он не забивал абразив абсолютно, то есть мы прошлифовали полностью до металла, и Боди не забивал. Да, все-таки оставалось еще немножечко подвержено забиванию абразива. Здесь тоже Боди показал лучшие результаты. Ну, в общем-то, после полной сушки грунтов оба грунта отработали хорошо, забивания абразива не было. Здесь, поэтому... На следующие сутки мы их дошлифовали, и уже там они сравнялись. Мы были уже полностью уверены, они полностью сухие были. Поэтому там был уже результат одинаковый. По устойчивости к растворителю, в принципе, результат тоже был одинаковый и довольно-таки хороший, что грунты немножечко подъедались в верхний слой, мы могли их ковырять, но в толще слоя все-таки растворитель не проходил. Грунт оставался довольно-таки твердым. Поэтому здесь они, на мой взгляд, равны. В общем, судя по всем критериям, грунты, можно сказать, очень похожи, но лично для меня боди здесь был в выигрышной ситуации именно за счет того, что он растягивается очень хорошо, красиво. Это уменьшит время на шлифование, на ненужную работу, сэкономит абразив, ну и все вытекающие. Здесь я, наверное, все-таки отдам предпочтение грунту боди 635. Угу, да. И по эпоксидным грунтам тоже вот хотелось бы услышать комментарий, потому что тоже сейчас все больше и больше набирает эпоксидные грунты популярность у маляров, потому что это очень хороший изолятор, это очень прочные грунты. Да, эпоксидный грунт меня тоже очень интересовал, это такой очень важный грунт. Я почему люблю эпоксидные грунты, что они очень многофункциональны, то есть это и начинают антикорзийные защиты, это изолятор, и в некоторых случаях как наполнитель тоже можно использовать. Что мы проверяли, какие эпоксидные грунты удобны, это на Эпо, эпокси праймер, у боди это 989 эпоксидный грунт. По удобству нанесения все идентично, грунты наносятся легко, также не текут, ничего с ним не происходит, то есть здесь, на мой взгляд, они абсолютно равны. По качеству поверхности то же самое, очень равны, грунты не имеют такой-то сильной шагрения, они хорошо растягиваются, здесь все хорошо в обоих грунтов. По устойчивости к растворителю, в принципе, оба грунта мы использовали очень агрессивный растворитель 646, у нас получилось их растворить, они подковыривались, но в толще, в самой глубине, возможно, где-то они все равно еще держались. Ну, это такой тест, скажем, такого делать, в принципе, в работе маляра этого делать не нужно. Но грунты хорошо себя повели, но самое интересное, что устойчивость к смывке краски у них была особенно классная, то есть, да, они подразмягчились, мы их могли ковырять, но каких-то волдырей, пузырей, то есть, такого агрессивного подъема грунтов не произошло. Причем, они под воздействием смывки находились у нас, сначала им задали время 30 минут, немножко подзабыли за другими делами и стали оценивать только через 45 минут смывка воздействовала на грунты, вспомнили, и когда пошли, думали, ну, у нас сейчас, наверное, грунты поднялись, и нам сейчас очень сложно будет оценивать, а пришли, а там все нормально, а не выдержали этого воздействия. Да. Последний вопрос, который меня интересовал очень важный, это, собственно, как эти грунты работают как изоляторы. Здесь я увидел то, что все-таки, да, на мой взгляд, лучше. Лучше. Она меньше оконтуривает, термопластичные покрытия, которые там в большой слой нанесены. После шлифования, в принципе, это оконтуривание можно убрать и на поде грунте, и на дайне, но все же, так как она оконтуривалась меньше, здесь мое предпочтение однозначно будет идти к грунту дайне. И, грубо говоря, если оценивать полностью эти два грунта, сравнивать друг с другом, то я отдам предпочтение дайне только вот именно из-за вот этого аспекта изоляции термопластичных покрытий. А так, по работе оба грунта очень хорошо справляются со своими поставленными задачами. Во время батла было мне интересно попробовать грунт полиэфирный боди, это новинка. Собственно, как он работает, для этого взяли вот такое вот крыло, здесь у меня появился помощник в тестировании данного грунта, помощник, заходи. то есть, делали мы крыло это семейным подрядом, грубо говоря, жена наносила этот полиэфирный грунт, здесь была глубокая царапина, большие оконтуривания, было интересно, как с этим всем справится грунт, мы его потом зашлифовали, все это выровняли, сейчас можно видеть, что на поверхности нет никаких видимых дефектов, которые были до шлифования, накрыли это лаком, выглядит очень все красиво, достойно, данный грунт будет очень интересно попробовать у себя на станке. Третий день нашего батла мы занялись тем, что сравнили грунты мокрые по мокрому и лаке. Мы думали, нужно ли или не нужно создавать таблицу, но пришли к мнению, что Валерий Лучесам своими словами опишет свои впечатления. Да, мы решили таблицу не делать, потому что здесь в принципе все очень понятно и каких-то таких нюансов не возникло, что можно было долго обсуждать. Сразу скажу, по грунтам мы наносили их полностью на панель и на половину панелей, здесь проблем никаких не возникло, оба грунта хорошо растянулись, опылов никаких не оставалось, оба грунта подшлифовались и дальше втягивания материала краски с лаком не произошло. То есть шагрень как мы нанесли, так она и осталась. Что же касается лаков, здесь было очень большое удивление и у меня, и у ребят, кто с нами был, когда мы открасили детали, вынесли их из камеры, то здесь можно было их перемешать и мы бы не смогли даже на глаз определить, какой же лак на какой детали нанесен, дайна либо боди. Оба, все четыре лака справились со своими задачами абсолютно хорошо. Быстрые лаки очень хорошо и правильно отработали, мы это проверяли, это будет на видео. ХС двухслойные лаки также показали себя достойно, нет никаких прожуханий, просадок, блеск отличный. Честно говоря, у меня нет понимания, почему возникают какие-то проблемные вопросы по лакам, допустим, боди. На мой взгляд, все очень хорошо. А кто кого раскатал, я бы сказал, что, наверное, никто никого. Прошли параллельно вровень очень удачно и хорошо. Я являюсь адептом премиум материалов и, честно говоря, мне очень сложно дать итоговую оценку работе материалов. Я считаю, что продукты одного и второго бренда заслуживают внимания, они позволяют выполнять работу качественно и в срок. Друзья, второй батл материалов подошел к концу. Мы проводим эти батлы совсем не для того, чтобы почувствовать собственную важность, а для вас. Хочется, чтобы профессионалы авторемонта еще лучше ориентировались в материалах и выбирали именно те, которые наилучшим образом справятся с их задачей. Надеюсь, что батл был для вас полезным так же, как он был полезен для меня. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые батлы материалов. Валерий, большое спасибо. Спасибо, Павел. Всем пока. С компанией Apex мы являемся партнерами и мы следим за результатами данной компании. Они нас радуют от года к году. Также нам очень нравится их активность, которую они проявляют сейчас в социальных сетях и вообще все то движение, которое создают. А самые сильные впечатления это от открытости, от прозрачности, от той дружественной и теплой атмосферы, которую мы называем семья. У нас уже есть одна семья, которая называется Iwata Family. Я думаю, что у нас будет теперь еще и новая семья, которая будет называться ну, я не могу сказать Body Family, но хотя бы прикольно бы звучало. Ну, на самом деле меня впечатлила очень хорошая материал-синическая база вашего учебного центра и полный открытый доступ к информации. То есть было возможно все руками потрогать, все визуально оценить. Поэтому вы молодцы, очень интересный формат и у нас есть чем у вас поучиться. Баттлы могут быть полезны именно для того, чтобы больше узнавать материалы, больше узнавать ту же самую технологию, потому что для многих кажется, что технологию они знают, но попадая на такие мероприятия, могут для себя открывать очень много нового. Баттлы нужны, споры нужны, потому что это конкуренция, это соревновательный аспект. У нас на, в данный момент на рынке существует миллион материалов различных брендов с различными названиями, ценными, сегментами, ассортиментом. Поэтому, к сожалению, не у всех есть возможность их реально испытать. и зачастую мнение, которое получает маляр или специалист, который работает данными материалами, оно является, основывается на его опыте, на опыте, на практике, и не всегда данная практика и применение этих материалов, оно является правильным. То есть, для полноты картины, для полноты информации, мы приветствуем любые соревновательные аспекты, как по материалам, так и по оборудованию.